Итак, речь у нас сегодня пойдет о очень интересной эстетической категории, которая не относится к числу классических эстетических категорий. Это категория, которой всего от силы 200 лет, и это категория фантастическая. Самое любопытное в ней то, что в отличие от других пар эстетических категорий, это на самом деле парус реалистическим никоим образом не образует. И именно в течение нашего экскурса по фантастическому это будет основная моя цель – показать вам, что фантастическая – это категория автономная. И реалистическому она никоим образом не противоположена, а идет с ним по, так скажем, разной линии. Они могут пересекаться, могут и пересекаться. На эту тему есть всего один единственный действительно фундаментальный, глубоко выставленный, продуманный философский источник. И это работа исследователя Роже Крива. Вообще, Роже Крива совершенно уникальная фигура. Он оказал влияние на столь различных мыслителей, что это даже сложно себе представить. С одной стороны, это сподвижник Батая, Джорджа Батая, основателя социологического коллежа, одного из ярчайших философов и писателей 20-го столетия. А с другой стороны, он оказал определенное влияние даже на Жак-Алакана. То есть, ну, большие противоположности, чем Батая и Лакан, Сибири просто представить, невозможно. На русском есть достаточно большое количество его книг, и это очень хорошо. Ну, самая известная его книга, которую обычно все цитируют, на которую все ссылаются, это «Игры и люди». А концепция игры, на самом деле, действительно интересная очень работа. Однако, на мой взгляд, Крива проявился намного ярче в малой форме. Вот, например, вот в этой книге, в первой части «Миф и человек» есть два совершенно фантастических эссе, которым я вас и отсылаю. Это «Богомол» и «Мимиклия». Это абсолютные шедевры малой формы, при этом Каюа пишет не в философской манере. То есть, он, конечно, мы его можем назвать философом, ибо в 20 веке, что только уже этим словом не именуется. Но он скорее пишет как эссеист. Это совершенно блистательный язык, это использование малого количества терминов. Это то, что доступно любому. И вот эти два эссе демонстрируют как раз проявление фантастического в природе. То, чего мы касаться не будем в нашем боксе. Да, мы занимаемся искусством. Поэтому я просто отсылаю вас к этим работам. Они есть в сети. На них ссылки, насколько я помню, были даже в Википедии. в статье, посвященном Каюа. Не так давно вышел вот такой вот том, коллеж социологии. Там конспекты всех заседаний этого коллежа, который просуществовал всего три года. И там есть тоже весьма интересные тезисы Каюа, тезисы Батая. Работа, безусловно, заслуживающая внимания. Но нас будет интересовать работа вот эта. Вглубь фантастического. Сразу же скажу, что Каюа пишет намного проще, чем любой даже философ такой, который высказывает свои мысли предельно ясно. Я вам уже рекомендовал Мишеля Фуко, Бадрияра. Они, конечно, блистательные абсолютно авторы. Они пишут очень ярко, захватывающе. Возможно, Каюа даже не дотягивает в явкости до их формы глупополощения мысли. Но зато Каюа пишет несоизмеримо проще. При этом проще он именно высказывается. Мысль, которую он высказывает, простой не является. И это как раз и потрясает. Потрясает то, что он может о совершенно удивительных, сложных и неочевидных вещах говорить настолько просто, что проще просто уже нет. Никакой терминологии специализированной он не использует или почти не использует. Если он использует пару терминов, вы всегда можете их посмотреть в словаре. И, в общем-то, это скорее для его работы является исключением, чем правило. Так что я всем вам рекомендую читать Каюа. Другое дело, что читать его, как и любую литературу, нужно обмело. То есть я вам рекомендую в прочтении не те книги, с которыми я абсолютно во всем согласен, а которые способны подтолкнуть вас к самостоятельным размышлениям. Ну, к примеру, уже рекомендованные мной работы Бодрияда и Фуко, я с ними как раз в большинстве случаев скорее не согласен. И это нисколько не мешает, а скорее помогает этим философам быть самыми любимыми моими авторами. Если вы читаете книгу, и вы совсем согласны с автором в том, что он там пишет, то есть два варианта. Первый. Там написаны одни сплошные банальности. И второй вариант. Вы еще просто не дозрели, не готовы, чтобы читать эту книгу. Потому что с автором, безусловно, при чтении нужно вступать в критический, только конструктивный диалог. Так вот, я люблю Кайва и эту книгу в частности как раз за то, что там есть с чем поспорить. Чем-то эту книгу дополнить, с чем-то решительно не согласиться. А иногда, возразив, через какое-то время понять, что автор на самом-то деле оказался прав. Книга должна подталкивать к самостоятельным изысканиям, подчас далеким от обозначенной в этой самой книге проблематики. Тогда чтение оказывается полезным. А иначе оно может быть даже приятно. Так вот, обратимся к книге вглубь фантастического. Свою книгу Кайва начинается определение своей позиции. И как блистательный эссист, он сперва же строк задает особую модальность высказывания. Я процитирую самое начало этой книги. «Меня влечет тайна. Не то, чтобы я всей душой отдавался чадам волшебных сказок или поэзии чудесного. По правде говоря, дело совсем в другом. Мне не нравится чего-либо не понимать. А это далеко не то же самое, что любить непонятное. Его влечет тайна, влечет тем, чтобы установить ее границы. Чтобы понять, как работает это самое фантастическое. Откуда оно возникает и каково ее место. Этой инстанции. А не упоение от лицезрения картин тех же самых сюрреалистов, в обществе которых Кайва, будучи молодым, побывал и достаточно быстро оттуда сбежал. Заметьте, Кайва начинает с определения своей позиции, позиции субъекта. Не позиции того, что есть фантастическое, а своей позиции по отношению к дому. И это важно. И лишь после этого он определяет, что такое фантастическое. Искусственную фантастику я оставил в стороне, будучи убежден, что подлинно, жизнеспособная фантастика не может родиться из простого решения, во что бы то ни стало создавать произведения, способные озадачить. Она не может возникнуть как результат игры или пари, или эстетической теории. Она должна появиться на свет, так сказать, преодолевая препятствия. Конечно, при участии и благодаря посредническому художнику, но почти насильственно направляя его вдохновение и руку. А в каких-то крайних случаях, даже вопреки его воле. Втолжение чего-то непреднамеренного, заметьте, это философии Лакана будет именоваться реальным. То есть, как бы это сейчас ни прозвучало парадоксально, но фантастическое ПКЮА – это реальное по Лакану. И это показывает, насколько некорректным является само деление искусства на реалистическое и фантастическое, что мы увидим из сегодняшней и следующей, заключительной нашей лекции на примерах из произведений искусства. Разделение на реалистическое и фантастическое ничего не может сказать о разных принципах воздействия на нас этих произведений. Это говорит только о сюжете этих произведений, о его нарративе и ни о чем более. А именно принцип воздействия составляет суть эстетических категорий. Вы уже поняли из прошлых наших занятий, что прекрасное и возвышенное – это не просто то, что заложено в самих произведениях, но разный способ воздействия на нас этих самых произведений. То же самое относится и к фантастическому. Это сложно определяемый, сложно уловимый тип воздействия на наше восприятие, который порождает тревогу. То же, что зовется реалистическим и фантастическим в быту, более корректно было бы называть экостическим и неэкостическим. То есть тем, что является подобием видимого. И то, что подобием этого видимого не является. Но это не эстетические категории, так как по ним нельзя определить тот самый водораздел, который отметает произведения в одну сторону и в другую относительно способа их влияния на наше восприятие. Нарративная сторона способа влияния на нас никаким образом не является. То, что там представлено нечто подобное тому, что мы видим в жизни, или нечто совершенно нереальное. На такую путаницу относительно реалистического и фантастического жалуются уже Каюа, что показывает, что, во-первых, ей очень много лет, а во-вторых, то, что она не есть свойство искусствознания исключительно отечественного. Да, ибо Каюа живет и работает в Париже. Он пишет, что фантастическим обычно называют все, что угодно, все, что нереалистично. В этих условиях становится очевидным, что смысл термина «фантастическая» – заметьте в кавычках, чисто негативный. Им обозначается все, что так или иначе расходится с фотографическим воспроизведением реальности. И можно добавить, что, в общем-то, делить таким образом произведение искусства в руках – это бесперспективно. Ну, это демонстрирует очевидность. Но вы же и так видите сразу же, это похоже на то, к чему вы привыкли в реальности, или не похоже. Зачем это еще лишний раз констатировать? И если бы мы вводили эстетическую категорию, которая очевидна, ну, это было бы действительно «группа». И слово «группа» здесь в полном месте. Суммируя размышления о фантастическом, Каюа пишет. Для меня фантастическое означает, прежде всего, тревогу и разрыв. Вот это две ключевые позиции, по которым можно определить фантастическое произведение искусства. То есть, таким образом, фантастическое не зависит от сюжета, а лежит совершенно в другой плоскости. Теперь давайте определимся с тем, что фантастическим не является, но что часто выдают за это самое фантастическое. А лишь потом посмотрим, собственно, фантастическое, как оно представлено в произведениях искусства. Мне кажется, это будет значительно более конструктивно. Начнем с того, что обычно, чаще всего пытаются выдать за фантастическое, что фигурирует под таким названием в блогах и даже в научных исследованиях, не обладающих той же строгостью, как исследование Каюа, это живопись сюрреализма, с которой с группами сюрреалистов Каюа, по-моему, был связан и отлично знал, что они из себя представляют, и что это все что угодно, только не фантастическое. Ну вот, к примеру, «Искушение святого Антония Саглагора» это известнейшая работа, чего здесь столько нету, да, слоники на длинных ножках, какие-то чудные там кареты, геометрические фигуры, В общем, собрано все, что только можно себе помыслить, но только фантастического здесь ноль. Это не значит, что картина плохая. Да, картина не определяется, хорошая или плохая, тем качеством относится ли она к категории фантастического или нет. Эта картина лежит исключительно в плоскости мифа, вымысла. А в мифе или вымысле возможно все. А значит, ничего вторгаться и вызывать у нас тревогу туда не может. Там и так все есть. Там может быть все что угодно. А значит, никакого разрыва там быть может по определению. Кайла пишет, выделяя свою речь за главными буквами, как будто это крик выбьющего. В его работе есть всего два фрагмента, где это напечатано огромными такими буквами. И это действительно важно. Он пишет следующее. Фантастика существует не потому, что число возможностей бесконечно, но потому, что оно ограничено. Хотя и огромное. Нет фантастического там, где нет ничего исчислимого и постоянного. А значит, там, где возможности не определены и не могут быть перечислены. Когда все в любой момент может случиться, ничто не удивительно и никакое чудо не способно поразить. Напротив, в рамках порядка, считающегося незыбливым, противоречащее этому закону встреча не перестает тревожить. Ну, в ту же группу, что и Дали, я бы отнес еще одного художника, который, Дали, которого он именовал своим наместником на земле. Вот, как Господь Бог Папуль бы сказал. Его звали Эрнст Фукс. И чем он нам интересен, он называет свое направление фантастический реализм. Так вот, в этом фантастическом реализме фантастического не надо больше. Ну, это мир удивительного. Это может быть мир чудесного, но только не мир фантастического. Итог. Фантасмогория совершенно не обязательно является фантастическим. Но тут следует сделать одну важную оговорку. Это не значит, что картина, изображающая фантасмогорию, не может относиться к категории фантастического. Я приведу обратный пример, до которого Каюан, увы, не дожил. Это творчество художника второй половины XX века и даже отчасти XXI. Его звали Ханс Будулев Гиггер. Многие из его картин, будучи изображением мрачных фантазмов, тем не менее, являются именно фантастическим в строго хаюанском смысле этого слова. То есть, они способны вызывать тревогу. Но это происходит не за счет изображаемых на картинах страшных грош, а скорее вопреки им. Гиггер называет свой стиль биомеханическим. Вот так выглядит его работа. Картины Гиггера очень сложно воспринимать целиком. Взгляд все время соскальзывает на детали и словно запутывается в них. Это особое свойство лучших гиггеровских работ. Образы Гиггера с одной стороны страшные, иногда даже кощунственные, но с другой стороны они всегда предельно сексуализированы и являются собой обращивание соблазна. При том, что не в обыденной его форме, а в форме весьма причудливой, биомеханической. Это не соблазн тела, но соблазн металла, выступающего в роли его телозаменителя. Вкупе это создает очень сильный эффект тревоги, что усиливается большими размерами многих гиггеровских полотен. Амбивалентность притягально-отталкивающего образа и невозможность схватить его в единовременности, то есть сделать его подконтрольным нашим взглядом, создает эффект тревоги, что позволяет считать эти картины именно фантастическими, в качестве нанифестации разрыва. Так что я хочу еще раз уточнить вот этот момент, что сюжет никак не может повлиять на то, фантастическое это произведение или нет, относится оно к этой категории или нет. То есть само по себе изображение фантазма тоже может относиться к категории фантастического, хотя относится оно к нему очень редко и не по той причине, что там изображен фантазм. Потому что фантазм, здесь в данном случае он лежит исключительно в плоскости сюжета. Другой пример искусства, который помимо уже рассмотренного, то есть искусства фантазмоголий, любят относить к фантастическому. Это изображение чего-то парадоксального. Ну, на парадоксальное приведу вам в пример работы Маурица Корнелиса Эшера рисующие руки. Так вот, никакое это естественно не фантастическое. Это может быть искусство занимательное. Мы можем его как угодно назвать. Но на самом деле, с точки зрения эстетической категории, это искусство, конечно же, прекрасное. Ибо оно завораживает, оно затягивает в себя. Мы любуемся изысканной техникой автора. Я не хочу сказать, что те работы, которые я отметаю от фантастического, они плохи. Просто они не относятся к тому блоку, который нас в нашем изыскании в сфере фантастического может интересовать. сюда же относятся и все оптические иллюзии, которые тоже ни разу не являются фантастическими. Мы быстро понимаем правила игры, и после того, как мы эти правила считали, в общем-то, ничего уже не способно нарушить это пространство. Оптические иллюзии, они все выстраиваются по очень жесткой продуманной логике. Естественно, ничего туда не вторгается. Хотелось бы исключить из фантастического еще одного автора, которого обычно делают едва ли не квинтэссенции этого самого фантастического. Его звали Иероним Боск. Так вот, к фантастическому, как вы поймете, Боск имеет самое далекое отношение. Метод Боска выработан раз и навсегда. И он далек от какого бы то ни было вторжения чего-то инородного. Более того, он точно следует цветоотеческой традиции изображения адских тварей как чего-то не имеющего формы. Чтобы подчеркнуть, что они не существуют в том смысле, как может существовать, к примеру, душа, созданная по образу и подобию Божьего. То есть, форму имеющего. По этой причине было принято изображать дьявола и его приспешников как смешение. То есть, отсутствие формы. Боск придумал для этого весьма интересную технику. Он смешивает разные типы существ. «Человек». Я насчитал пять категорий. Это человек, животное, птица, рыба и насекомое. Причем, очень часто он производит смешение не между двумя этими категориями, а между тремя и даже четырьмя. Но если мы понимаем, как это работает и знаем традицию, то это никакое не фантастическое, ибо никакой тревоги и разрыва тут нет. Это конвейер. В чистом виде. В каком-то смысле, причем, конвейер даже не столько пугающих, сколько гротесковых образов. Еще пример Боска. Всегда метод один и тот же. Между вот этими пятью категориями он просто делит существо пополам или на три или на четыре части и объединяет то, чего, в общем-то, в природе нет. Это и является аллегорией их несуществования, их уродства. Вот и все. Но, опять же, это не значит, что у Боска совершенно невозможно найти картину фантастическую. Правда, в данном случае в качестве таковой я приведу картину, авторство Боска, в которой оспоривается. Иногда ее приписывают ученикам. Боска или художникам Крубру Боска. Но она выполнена в той же самой манере, но фантастическая в ней появляется совсем по другой причине. И, в общем-то, никаких страшных дворей на ней вовсе нет. Эта картина называется «Брат в камень галерейской». Что мы видим на картине? Идет пир. Один из гостей просит вина. Мы видим смущенного хозяина, ибо вино закончилось. Совсем незаметной оказывается сбоку фигура Иисуса, который делает небольшой жест, и в этот самый момент происходит удивительное. фигура на переднем плане переливает из одного кувшина в другую воду, и сама того не зная, в этот момент готовит чудо. То есть чудо является самым, что ни на есть, обыденным способом. Здесь нету Христа, вставшего на стол, и когда вокруг лещет это вино. Здесь есть нечто совершенно потрясающее, то, что чудо оказывается сокрытым. просто появляется ремня, которого раньше не было. Пойдем дальше по вычеркиванию из списка фантастического того, что обычно туда привносят. Обычно туда привносят еще огромный блок живописных работ, который относится к алхимическим рисункам. алхимические рисунки это не фантастическое искусство, а вполне логичный символический шифр определенных химических операций. Многие из них хорошо расшифровываются, а арсенал образа в алхимии на редкость беден, так как соответствует тем или иным металлам, которых тогда знали не так много. Иногда он соответствует иным алхимическим ингредиентам, но в общем-то их список все равно не превышает вполне обозримое число. В данном случае вы видите работу Нихая Майера вот что пишет по поводу алхимии Каюа. Марс, вооруженный в шлеме, обозначает железо. Лев твердое, орел летучее. Лев, сразивший орла, отвердение летучего. Орел терзающий льва, улетучего нетвердого. Крылатый змей ртуть, змей бескрылый серый. Эти образы всего лишь взяты из разных словарей, в равной мере потрепанных. Идентичное впечатление производят солнцелитие мужчины и лунолитие женщины. Или изображение крупных звезд, откровенно напоминающие об астрологических соответствиях металлам. Подобной скудостью страдают и мифологические образы, сами по себе лишенные более убедительной магии. Так что, несмотря на столь популярную интерпретацию алхемии, которая берет свое начало от исканий Карла Густава Юнга, своего рода эти изображения трактовались как поток бессознательных образов, на самом деле все эти изыскания были поставлены насмерть серьезными исследователями алхимического ремесла. Что касательно проявления и работы с бессознательным, то в общем-то они не имеют к нему ни малейшего отношения, ибо если и существовала духовная алхимия, а такая, конечно же, была, то она относится лишь к последним векам существования алхимии и она относится к текстам, а не к алхимическим изображениям. И в данном случае в доказательство столь критичного отношения Каюа к алхимии и вычеркиванию ее образов из числа фантастического искусства я вам приведу пример из другой области, которая вас должна убедить в большей степени ибо если вы не разбираетесь, то здесь вы какое-то представление все-таки имеете. Это область геральдики. Сами по себе геральдические изображения, так же, как и алхимические образы, тоже могут выглядеть достаточно бредово или назовем фантастично. Если бы мы верили в то, что все, что там изображено, это действительно реальность, так же, как мы верим, изображаемую на картине, то, конечно, бы это на нас очень сильно удивляло. Но если знать, что значит каждый элемент изображения, то окажется, что это просто ребус. Какие можно найти в детских книгах, где изображение может заменять часть какого-то слова. Если вы посмотрите детские ребусы, то вполне обыденные слова тоже могут показаться какой-то потоком бессознательного, какой-то фантасмагорией. На самом деле в этом ничего абсолютно фантасмагоричного нет, речь идет строго, так скажем, формально соответствую по порядку слову. В качестве примера разберу вам герб Тюрни. Как видите, если мы подойдем к нему с точки зрения произведения искусства, выглядит оно не только фантастично, но и весьма-весьма придолго. Белый медведь на самом деле серебряный. Что еще страшно? Серебряный медведь на своей скрине несет гигантский том Библии и над ним горит четырех лучевая звезда. Как это интерпретируют сейчас? Серебряный медведь это символ природных богатств. На самом деле выясним потом, что на самом деле не значит. Так вот, Евангелие или золотая книга это символ христианского просвещения. Серебряный четырехконечный крест означает пограбительство свыше. А червленый французский щит это означает то, что герб этот относится к столичному городу. Но первым была столицей Урала. Первый университет основан и так далее. Поэтому то же самое вы можете видеть на гербе Москвы и Санкт-Петербурга. Вообще в Екатерининскую эпоху, когда был создан этот герб, на самом деле он обозначал не то же самое. Сейчас это немножко умалчивают. Дело то, что медведь изображал дикость нравов обитавших там народу, которые подчинены христианскому просвещению. Но в общем-то одно другому не мешает, так как мы выяснили, что достаточно бредовое изображение на самом деле является простой суммой банальных тезисов. Ничего более там нет. Оно не фантастично. То же самое таким же образом можно было бы разобрать и алхимические гравюры. Другое дело, что для этого потребовалось привлекать большое количество того аппарата, которым мы как гуманитарии здесь и не оперируем. Еще одна отрасль искусства, с которой нужно порвать, когда мы говорим о фантастическом, это сказочная. Сказочный образ. Таких достаточно много картин. Ну у Васнецова в частности там почти каждая из них относится к сказочному образу. Так вот, фантастического тут моря. Это прекрасно. Чисто нет. В мир сказки вторгаться ничто не может. Здесь может быть абсолютно все, что угодно. Впрочем, есть такие исследователи опять же дунгианского толка. Они и в алхимии редакопации сказка. Так вот, как в частности Мария Уильза фон Франц, которая всю свою жизнь посвятила как раз анализу сказок. И надо сказать, что писание ее весьма интересно. Особенно интересна вот эта книга феномен тени и зла в волшебных сказках. Может быть она даже еще есть в продаже. Эта книга действительно стоящая. И написана очень простым языком, как почти все писания фон Франц. Так вот, несмотря на то, что книгу эту всем рекомендую, но для глубокого и детального анализа фантастического она нас к сожалению до него не доведет. И даже сама фон Франц подходит к выводу, что самые страшные сказки, те, в которых действительно происходит вторжение чего-то инородного, что невозможно описать никакими словами и никакой научной аппарат здесь не работает. Так вот, это те сказки, в которых нет никакого ни дидактического, ни психологического смысла. То есть это сказки, которые пугают самим разрывом в происходящем. Сказки, повествующие об обычных событиях, но в которые врезается нечто ужасное. Причем врезается без причины. И врезается так, что не может быть проинтерпретировано. Однако такие сказки обычно художники не изображают. И они навряд не поддадут с изображением. Она приводит примеры таких сказок, они очень короткие. В общем, это не те сказки, которые мы за сказки считаем. Сказки же иносказательные, дидактические и так далее, то есть самые популярные сказки никакому фантастическому не отсылают. Ибо иносказание не есть фантастическое. нас ничем не могут удивить чудесные птицы, грифоны, единороги и так далее, просто потому, что их нет. А если их нет, их можно изобразить как угодно. Совсем другое дело изобразить существо вполне реальное, которое каждый знает, но изобразить в таком контексте, что это вызвало бы у нас тревогу. я вам показывал уже один из примеров ночного кошмара Фюзли или Фюзли и так и так правильно. Приду в этот раз другой пример его картины. Самая пугающая здесь деталь это конечно же лошадинная голова. При том, что ее появление здесь вполне можно объяснить реалистически. То, что глаза лошади горят, это можно объяснить положением вот здесь неизображенной на картине свечи. Ибо мы видим, как сюда падает свет. Откуда он взялся? То, что мы видим только голову коня объясняется большими увесистыми тяжелыми шторами, которые она и раздвигает. И соответственно, так как далее исключительно марак, то мы видим от коня только голову. Это вполне реалистично. Но более того, если все происходит в сельской местности или это даже вообще шатер, то в общем-то появление головой коня никаким образом нельзя списать на действия каких-то противоестественных сил. Это вполне действительно могло случиться в реальности. То есть, пугающим здесь является не столько страшное и непонятное нереалистическое существо на груди женщины, а то, что все эту фантасмагорию можно объяснить вполне реалистично. Даже это самое страшное сидящее на груди у женщины существо тоже можно объяснить вполне реалистично. Так как мы знаем, что существует такое вполне неприятное, но очень даже реальное явление, как сонный паралич. И сонный паралич это интересен тем, что вы не только пробуждаетесь, но не можете повернуть ни рукой, ни ногой, ни головой, но при этом вы ощущаете очень сильное давление на грудь. В таком случае это существо, как бы оно ни выглядело причудливо, отсылает вполне к реальному феномену. То есть подлинный ужас поградывается в эту картину не там, где она отсылает на скверу грез и к фантазму, да, к фантасмагорию, а подлинный ужас поградывается там, где эта фантасмагория смыгается с реальностью. Вот это вторжение реального в фантастическое, фантастическое в реальное и создает этот разрыв, который и проводит эту картину по категории фантастического. Если по-возвышенному я относил подобные работы через действия динамического возвышенного, что такое динамическое возвышенное напомню, это демонстрация тех сил, которые сильнее, чем мы, да, они страшны для нас тем, что они несоизмеримо нас превосходят. в данном случае они страшны тем, что они бодрствуют тогда, когда мы спим. По-фантастическому же эти работы идут так, как взламывают тонкую грань между реальностью и вымыслом. Это не просто сказка, это вполне реалистическое изображение, которое взломано, разорвано с такжением туда фантастических образов. На самом деле это сложно поддается вербализации, но я думаю, что это на самом деле достаточно легко прочувствовать. Поэтому примеров будет много. И сегодня, и на следующей нашей лекции примеров будет очень много, чтобы просто научились отличать, где это встречается, а где это не встречается. Тем более, что собственно, кроме небольшой брошюры КРОА, на эту тему толкового нет ничего. То есть совсем. Не случайно картины Фюсли вот уже 200 лет вызывают особый интерес, потому что они действительно способны вызвать тревогу. И несмотря на то, что мы понимаем, что страшиться тут в общем-то нечего, что здесь изображены существа, которых быть абсолютно не может, тем не менее, так как они отсылают к реальным инстанциям, то в общем-то, несмотря на все наше желание не страшиться, тем не менее, тревоги все-таки возникают. Пускай на самом краю нашего сознания, но именно там в общем-то и место. Несмотря на то, что я уже вам показывал пример того, как следует вычеркивать изображение иллюзии из-за разряда фантастического, тем не менее, так как мы уже выяснили, что фантастическое лежит не в сюжете, а в особом способе преподнесения полотна, я бы хотел показать, как картины иллюзии могут относиться к категории фантастического. Относятся они весьма интересным образом, их очень мало, и в данном случае, опять же, фантастическими они являются скорее вопреки тому, что там изображена иллюзия, а не благодаря ней. И для того, чтобы это выяснить, мы обратимся к творчеству художника-мастера иллюзий, который всю жизнь их создавал, создавал их огромное количество, его зовут Энне Магрид. За свою жизнь Магрид создал столь большое количество иллюзий, что вошел в золотой фон того, что обычный фантастический, так вот только фантастические из них просто единицы. И фантастические как раз те, в которых явно вторжение неосознанного, того, что более художника предполагалось на вред. Обратимся к этой известной работе, что мы на ней видим. Конь в лесу, на коне женщина, и вся, так скажем, суть, соль этой картины, то, что мы не можем определить, где передний план, а где задний. Нарисован для кони всадится на деревья или они реальны. Все это очень мастерски сделано, хотя и сделано посредством совсем нехитрой логики. Периодически то, что должно быть позади лошади, находится перед ним. И в этом вся иллюзия заключается. Но это совсем не то, что создает эффект фантастического. А фантастическое здесь проявляется посредством того, что эту иллюзию мы видим в лесу. Причем в лесу, где находится одна женщина. Те, кто бывали в лесу, и особенно те, кто терялись там, могут отлично понять, в чем собственно здесь тревога. Дело в том, что именно таким образом воспринимается пространство человека заблудившегося. Когда вы не знаете, куда вам двигаться и где пространство, которое ближе к вашему дому, в данном случае, а где дальше? Человек постоянно мечется или человек бросается в одну сторону и спустя энное количество времени приходит туда же, откуда и начинал. вот это вызывает совершенно удивительное чувство, чувство, которое древние греки сопоставляли с прикосновением плани бога Пана, от которого произошло дивное слово в русском языке паника, панический страх. вот это и есть иллюзорность одного человека в лесу, которая естественно допреки воле автора, ибо если бы он хотел изобразить это сознательно, он бы изобразил сумерки, а здесь не сумерки, но знаете, заблудиться в лесу днем тоже производит впечатление, может не столь страшно, но тем не менее. В данном случае эта иллюзия отсылает к вполне реальной иллюзии, иллюзорному восприятию пространства, искаженного тревогой, когда городской житель попадает в лес и остается там один. Вот в чем дело. То есть в данном случае эта картина помечена печатью фантастического не из-за того, что она иллюзия, а значит она фантастична, а как раз из-за того, что эта иллюзия отсылает к вполне реальной инстанции, к потере ориентации пространства. Другая работа Магрита не менее интересна в этом смысле. В данном случае смысл ее достаточно тривиален, да, то, что любовь слепа, то, что мы не видим того, кого любим, достаточно старая и избитая тема, и в общем-то не она является жемчужиной этой работы. Фантастическое проявляется здесь гном. Так как согласно моде своих дней и согласно своему личному вкусу Магрит изображал мужчин в костюмах, то из этого на картине есть весьма и весьма интересные следствия. Следствия достаточно страшные и необратимые. Глядя на женщину, мы видим, что несмотря на тот факт, что ее лицо сокрыто от нас, то, что перед нами действительно живая женщина, на это указывает ее обложенная рука. Живая плоть помещена в центр композиции. с мужчиной дела обстоят намного хуже. Мы не можем быть уверены, что перед нами живой человек. Это может быть стапая, манекен, монстр, вертелец, кто угодно. При том, что на полотне не изображено ничего сверхъестественного. Более того, есть огромное количество фотореплик этой картины, когда реальные люди обматывают таким же образом тканью себе лица, таким же образом наряжаются и делают ожившие варианты этой картины. Но вся прелесть фантастического заложенного в эту картину, заложенного неосознанно, конечно же, в том, что даже на реальных людях, которые инсценируют эту картину, остается эта же самая печать фантастического. Ибо мы по-прежнему не знаем, а мужчина он живой или нет. Ведь можно эту же самую фотореплику сделать с манекеном. Вот в чем дело. Понимаете? Рук-то здесь не видно. То есть ее можно действительно поставить с манекеном и с живым человеком, и разницы бы не заметить. А это отсылает к вполне реальному страху, который действует уже на уровне предсознательного. Ведь все же мы понимаем, что мы не можем знать, чувствует объект нашей страсти хоть что-то или ничего не чувствует. Вполне возможно, чтобы он лишен каким бы то не было чувств, является тем, что обычно именуют философским зомби. бездушным и безчувственным манекеном. На самом деле у картины есть одна весьма дивная предыстория, достаточно страшная. Дело в том, что когда Магрид был еще маленьким, его мать покончила с собой, и так как она не хотела, чтобы ее красавицу нашли с безображенным лицом, она обмотала его тканью и бросилась в воду. Именно так ее и нашли, но заметьте, как в этой картине работает священие. Женщина это как раз явная жена. Сомнения наши насчет жив или не жив относятся к мужчине. И то, что я предположил, что это может быть не только статуя или манекен, а их полно на работу этого же самого Магрита, ну, статуя в частности, нам. Именно мертвец это отсылает к непосредственному опыту Магрита, опыту, который вполне возможно не был во всей полноте так скажем им осознаваем. Травматичный опыт, очень тяжелый. И мы видим, как здесь работает смещение. Если прежде шла именно мертвая женщина, но женщина это явно живая, так что именно этот фактор и позволяет говорить о вторжении в эту картину фантастического. А теперь приведу вам несколько примеров, которые дает сам Каюа. До этого я вам показывал свои примеры. Примеры Каюа более изысканы, но совершенно требуют требуют иного эстетического восприятия, иного уровня, поэтому я хотел вас сначала подготовить, потому что они значительно в более тонкой, деликатной форме демонстрируют фантастическое. Но квинтезанция фантастического в данном случае Каюа считает аллегорию участилища желания бедными. Сколько бы вы не смотрели на эту картину, сколько бы искусствоведы не придумывали того, как можно расшифровать каждую деталь, тем не менее, даже если вы их расшифруете, все равно это никаким образом не объяснит того, почему она представляет с той странной пространства. Вот подлинное постисторическое время. Время, которое идет каким-то иным образом. И пространство организовано каким-то совершенно причудливым образом. Таким образом, в котором мы чувствуем, что в нем есть какая-то логика. Но эта логика иная, отличная от нашей. Знаете, это напоминает то, как человек, который привык к фигурам в трехмерном пространстве, неожиданно обращается к ним же в четырехмерном пространстве. И это особенно, если вы никогда с ними не сталкивались, что очень сильно возможно впечатлить эти же самые фигуры, например, если это будет уже не куб, а гиперкуб, он будет производить на вас, конечно, совершенно уникальные впечатления, потому что вы будете не узнавать эту фигуру. Другой пример, который приводит к ЮА, это меланхолия к Ранаха. В данном случае, пугающая необъяснимостью происходящего эта картина создает впечатление, что ключ есть, что изображение возможно понять, если знать шифр, но шифр ее утрачивает. А возможно, что вероятнее всего его вообще никогда не было. выставленная совершенная логика этой картины и логика того, что не поддается никакой расшифровке и создает этот совершенно поразительный эффект фантастического. Там мы видим полет на Шабаш, какой-то совершенно причудливый город в какой-то местности абсолютно невозможный. три ребенка, которые катят этот шар, который точно никаким образом не пролетит в эту группу. И ангел, который скучающим образом чистит эту палку ножиком. Какая-то достаточно злая собачка. Очевидно, она изображается, что она ларит. все происходит. Вроде бы каждая по отдельности деталь она привычна для живописи того времени. Для того времени в общем-то Шабаш явления самое что ни на есть нормальное. Не скажу, что оно происходило в реальности, но кто говорит, что мы вообще знаем, что происходит в реальности? Это происходило на уровне воображаемого. И на уровне воображаемого оно происходило значительно чаще, чем сейчас происходят выборы. Понимаете? В данном случае нет ничего удивительного, но сочетание всех этих элементов настолько причудливо, что действительно производит тонкий-тонкий надлом в реальности. Это и возникает, отсюда и возникает ощущение фантастического. Заметьте, примеры, которые приводит Клюа, они демонстрируют именно не тревогу, они демонстрируют очень-очень тонкий оттенок. Но это совсем не то же самое, что те образы, которые показывал вам я. Ну или вот еще один замечательный пример. Севдофеликс Критьян. Спуск в подвал. Казалось бы, самое что ни на есть банальная операция. То есть погрузка бочек на склад. То есть будем называть вещи своими именами. Но здесь все необычно. Это погрузка бочек перерастает в какую-то мистерию, в какое-то таинство. Кажется, что здесь вот что-то должно произойти. Во-первых, нам кажется, что пространство искажено. Прежде всего это связано с тем, что в данном случае спуск на этот склад воспринимается как ноль. Во-вторых, какие-то больно уж гламурные эти грузчики. Что-то с ними не то явно. И самое главное, что само по себе пространство с вот этим шахматным полом отсылает как будто бы к эмплемате. Как будто бы к какому-то геральдическому символному смыслу. Что за этим что-то стоит. При том, что на самом деле, что за этим стоит, не поддается высшей правке. Это просто картина. И картина, конечно, производит очень сильное впечатление в этом смысле. Поведу еще один пример из работы Каюа. Это Люминер, расслабленный из Жумлежа. В данном случае речь идет об отсылке к истории, о которой не помнят уже даже историки. Люминер увлекался ранее французской историей, причем такой историей, которую, в общем-то, не то, что не стыдно не знать эти эпизоды, а как раз очень странно и подозрительно, если вы о них знаете. И заметьте, если прошлая работа и вот эта работа, они отсылают исключительно к тому, что обычно называется реалистической живописью. Люминер вообще, в принципе, это фигура, которой всю жизнь занимался именно исторической темой. Это не просто реалистическая живопись, а историческая реалистическая живопись. А именно в творчестве Люминера, жалко, что Каюа знал только вот эту работу. Если бы он знал большой блок работы Люминера, он бы там мог в два раза увеличить свою книжку. Потому что именно вот у Люминера, то есть у человека, который точно не подозревал и не намеревался изображать фантастическое, оно вторгается постоянно. Что мы здесь видим? Мы видим совершенно удивительную картину. Плод, на нем лежат полуживые люди на богатых таких красных подушках. Они причалили к берегу. Почему они не сходят? Вообще, что произошло? На самом деле, ответить на этот вопрос можно. Хотя, не уверен, что это снимет хотя бы часть того фантастического, который сюда вторгается. Дело в том, что что такое расслабленные, во-первых? Расслабленные – это особая редкая форма казни, которая применялась в ранней французской истории. Это люди, которым металлом выжигали сухожилия икр и ног. Если вы обратите внимание, то у них ноги обмотаны тканью, ибо там ничего уже нет. Поэтому они не выходят. Они не могут с этого плота сойти, ибо им не на что выступать. И в данном случае их в таком виде отправляли по течению, сплавляли в прямом смысле этого слова, и они умирали от голода и боли. Но даже если мы знаем этот самый эпизод из истории, даже если мы знаем, что существует такая, существовала, еле-еле в одной только книжке о смертной казни, мне удалось найти, что такая форма существовала, это очень редкая форма смертной казни. Так вот, если мы даже это знаем, тем не менее, это ни в коей мере не снимает совершенно фантастического изображения на этой картине. Здесь сюда вторгается что-то нереальное. Вот это бескрайнее пространство, и выпадающие из него эти два принца, это ни в коей мере не снимает вот этого совершенно потрясающего тревора, тревоги, которая появляется в этой картине, которая, в общем-то, ничего фантастического, казалось бы, к себе не несет. Повторяюсь, что для меня фантастическое лежит немного в иной плоскости, но Кривао убедительно показывает, что эти все примеры тоже подходят под категорию фантастического, и в данном случае с ним сложно не согласиться. Есть другой способ реализации фантастического. Приведу вам такой пример. В данном случае это две гравюры Дюрера, малый конь и большой конь, обе относящиеся к 505 году. Что мы видим на одной из них? Внутри арки стоит конь, а на заднем плане какое-то совершенно фантастическое пламя плавит, и мы видим Рита с Алибардой, которого, в общем-то, от него только шлем пиднеется, и ничего больше от него не видно. На другой работе мы видим, что арка куда-то делась, никакого пламени уже нет, конь серьезно потолстел, и на этот раз мы видим лицо воина, и с большой долей вероятностью можем предположить, что он тоже стал крупнее. Вся премесь в этих гравюрах в том, что они не мыслились как цикл. Это просто две отдельные гравюры, как это часто делал художник, да и не только он, а многие художники, когда некий образ приходит в голову сразу же в нескольких вариантах, он фиксировал сразу же несколько этих вариантов. Но если мы сопоставим их как микроцикл, а на это есть все основания, ибо если мы их расположим просто элементарно, в хронологическом порядке, во любом, посвященном живописи этого художника, они будут подряд, то встает совершенно удивительный вопрос, что произошло, какой апокалипсис произошел с этим миром, пока он сделал этот год. И на этот вопрос не будет ответа. И тем не менее, между этими двумя гравюрами, с одной стороны, проскальзывает смысл, позволяющий их связать вредину, а с другой стороны, есть то, что этому препятствует. И именно вот это и есть фантастическое. То есть я показываю на этот раз способ чтения фантастического, который возникает между строками. Не в каком это произведении, а в тех произведениях, которые по какой-либо причине отсылают одно к другому. Вполне возможно, помимо воли автора. Ведь автор ограничен в своем лексиконе. Значит, он с неизбежностью так или иначе будет повторяться. А это повторение будет вызывать определенные ассоциации, и между ними может возникнуть, между двумя разными произведениями автора, очень интересная игра. Самое забавное, что фантастическое может вторгаться даже в научные труды. Вот казалось бы, где ему места вообще никакого нет и не должно быть. И тем не менее. Дело в том, что, ну, какие научные работы связаны с живописью? И с покон веку с ними были связаны основные работы по анатолии. То есть, где нужно было изобразить детально строение тела человека. И тем не менее, несмотря на то, что основная цель во всех подробностях изобразить именно строение тела, туда очень часто вторгается какой-то неподвластный художнику фантазм, который заставляет изображать эти самые скелеты или тело в какой-то очень странной форме. Ну, например, вот такой. Здесь вы видите скелеты со скрещенными ногами, да, которые любуются черепом. Создается такое впечатление, что как будто смерть предоставила его распоряжение так много времени, что он теперь может до бесконечности думать о смерти. Другой пример. Из знаменитого труда Резалия эти работы иногда приписывались Тициану. На самом деле они не выполнены. В данном случае автор имеется в виду автор трактата. В данном случае мы видим сзади город, текущую реку, совершенно дивная пастораль. Вот это пасторажнее любого зомби-апокалипсиса. Знаете, что заставило художника, которому нужно было изобразить просто строение тела, изобразить этих персонажей на природе, любующихся видами города. Или, например, в такой позе. Ведь это ни в коей мере не способствует лучшему взгляду на структуру этих самых тел. Есть на самом деле еще более радикальный пример. Вот, например, пример Готье-де-Готье. Это у нас уже 18-й век. По-моему, 40-е годы, если память не изменяет. Так вот, на работе, которая была создана для изображения строения тела, теперь заметьте, самым реалистичным является лицо девушки. Вторым по реалистичности являются аккуратно уложенные и столь же детально проработанные волосы девушки. Затем фон и тело девушки. В то самое время, как самым нереалистичным является то, ради чего эта картина создана. То есть внутреннее строение скелета. Какой неизвестный художнику фантазм, фантазм, лежащий вглубь, бобо внутри его субъектной структуры, заставил его создать столь странный образ, образ далекий от поставленной задачи, на этот вопрос нам заполучить уже не удастся никаким образом. Но таких работ очень-очень много. В данном случае речь идет о том, что если мы обратимся к научным текстам, то окажется, что там этих самых рисунков с вторгающимся туда фантастическим очень много. С другой стороны, это говорит нам следующее. То, что фантастическая, как категория, не обязательно является категорией, связанной с высоко художественными произведениями. Ибо, естественно, вот этот скелет не является каким-то сверхшедевром гравюры. Но к фантастическому он, безусловно, отсылает. Ибо в нем остается загадка. Более того, это даже парадоксальная загадка. Но когда мы видим то же самое в виде человека, а-ля мементо море, или ворона, который в данном случае отсылал к слову завтра латинскому, именно поэтому ворона становится символом смерти. Здесь же мы видим совершенно уникальные случаи, когда уже умершее тело горюет, или в данном случае наборок наслаждается примером черепа. То есть, примером тела, опять же, умершего. Здесь речь идет о зеркальном отражении смерти. Что касательно другого примера, на этом мы сегодня, наверное, и закончим, ибо наша лекция будет сквозная. То есть, это одна лекция, просто разделенная на два занятия. Я бы хотел показать, как фантастическое вторгается в детальнейшее изображение реалистических предметов. И здесь нам поможет автор, которого звали Фернан Кнофф. Вот подлинный ужас, которого никогда не добьются авторы посттеореалистов. Сколько бы они не пытались там изобразить статую свободы, занесенную песками, или оледеневшую, или какую еще угодно, торчащую с плоды, просто бомб. То, что на улице никого нет, но, в общем-то, если речь идет о изображении к утру, то, собственно, почему там кто-то должен был быть. Не это наскубает. Просто идеальное изображение домов. И, тем не менее, вот здесь вторжение фантастического на лицо. Есть тревога. Тревога абсолютно невыразимая. Ее не сможем описать никакой искусствови, почему она возникает. Философ скажет, что здесь есть разрыв. Когда его скажут, а каким образом это достигнуто, то он скажет, а это не зона моей компетенции. А искусствовет скажет, что он не знает, как это сделано. А если он не знает, никакого разрыва нет. Но мы-то понимаем, что в данном случае тревога есть. И более того, кнопку каким-то образом это удалось повторять. Вот еще один пример этого года. Это все виды брюкетов. И, по-моему, самый блистательный будет это. Тревогу вызывают самые обычные городские пейзажи. Мы видим просто изображение домов. Ничего в них нет такого, чтобы должно было вызывать тревогу. То, что это серо-коричневый тон, но, в общем-то, мы знаем, что фотографии того времени примерно так и выглядели. И, тем не менее, вызывают они тревогу тоже далеко не все. Опять же, так как мы уже поняли с вами, что фантастическое лежит не в зоне нарратива, то это значит, что фотоискусство в редких случаях тоже может попадать в разжать фантастическое. И очень часто оно будет попадать в него тоже случайно. Можно ли придумать технику, с помощью которой можно клонировать фантастическое? Наверное, нет, ибо у того же самого кноппа примеров таких не так много. автора, который бы на протяжении своей жизни придумал бы эстетическую теорию фантастического и с помощью нее создал бы большое количество фантастических работ. У каждого автора фантастического в искусстве очень мало. И в большинстве случаев это авторы, которые работали в строго реалистической манере. то, что называется реализм. у авторов реалистов фантастического в понимании крива несоизмеримо больше, чем у авторов, которые работают с фантастомоголями.